27 лет. Лицо стало шире и проблем не убавилось. Миллион еще не заработал. Прошлое мое видео несло негативный характер. День сурка, ответственность. А что завтра будет? Сейчас ничего не поменялось, но я научился принимать те события, которые происходят со мной. И, понятное дело, тысячи мотиваторов скажут вам, что ваше счастье только в ваших руках. Но есть ряд событий, на которые вы никак не сможете повлиять. И все, что остается, это смириться с этим и жить дальше. Да, опять негативом запахло, но ролик не об этом. Ведь у меня бывают разные качели по настроению. Когда-то все валится из рук и просто думаешь, зачем я вообще проснулся. А есть же и обратная сторона медали, когда живешь, горишь. И в голове у тебя спасибо, что это происходит сейчас со мной. Ну, в целом могу сказать, что год прошел отлично. Как ни странно, после прошлого видео ситуация стала улучшаться. Много движух дополнительных появилось, которые приносят как эмоции, так и дополнительную валюту в карман. Собрали мы наконец-таки машину, и 22 сезон я откатал на ура. Познакомился со многими интересными людьми, которые по-своему сделали свой вклад в мою жизнь. Также была попытка встать на путь истинный. Я съехался с подругой, но надолго меня не хватило. Не знаю, в чем трабл. Сейчас не знаю. Может быть, для меня рано. Но за время самостоятельной жизни я слишком привык к своему одиночеству. Просто быть самим собой, проживать свою жизнь. А не ждать, что выкинет твой партнер. И я удивляюсь людям, которые в более раннем возрасте создают семью и успевают все и везде. Хотя в их глазах тоже что-то грустное читается. Но просто нет пути назад. Я не знаю, сколько мне самому осталось жить и что будет дальше. Ведь люди уходят по тем или иным причинам. И загадывать что-то на будущее себе дороже. А потом ходить на депрессухе и вопить о том, что ничего не получается в жизни. Идет как идет, и это хорошо. Я бросил курить. До этого я ни дня не обходился без электронки и кальяна. А сейчас же я абсолютно холодно к ним отношусь. Но зато алкоголь залетает на ура. Корпоративы, вечеринки. Ты даже на работе, когда снимаешь что-то, очень много людей, которые хотят, чтобы ты с ними выпил. Я просто перестал отказываться. Может быть это какая-то компенсация. Я ведь говорил ранее, что алкашка не убирает ваших проблем. Просто в моменте у вас добавляется 10 пунктов харизмы и смелости. Но на следующий день сложно встать с кровати. Поэтому любая попойка – это кредит здоровья, который нужно возвращать сразу же на следующий день. Про работу могу сказать то же, что и год назад. Все в кайф. Приятно работать не на мудаков. Также много дополнительных проектов, в которых я принимал участие. Например, я в одного отснял целый стадион. Это был незабываемый опыт. Также работал с блогерами-миллионниками. Долгого сотрудничества у нас не вышло, так как они уехали из страны. Но мне есть чем похвастаться. Много лютых концертов отснял. Встретился с живую со своими кумирами, которых я когда-то слушал. И в целом, ребят, вот я читаю сейчас это все и думаю, а в жизни-то не все так плохо. Почему я стрессую? Разве есть повод? Все же хорошо у тебя и, возможно, на моем месте каждый захотел оказаться. Но, опять же, ребят, есть две стороны медали. И не обо всем расскажешь даже родителям, а тем более на большую аудиторию. А я уверен, самые грустные моменты еще впереди, так как родители не молодеют с годами. У меня вот, например, сейчас не стало ни бабушек, ни дедушек. Детство ушло. Остались только воспоминания. И в какой-то момент мне страшно поднимать трубку от родителей, ведь мы в основном переписываемся. А когда они набирают, значит, случилось что-то серьезное. И я боюсь того момента, когда не станет кого-то из них. Я не самый лучший сын. Уехал, живу далеко. И вижусь с родителями раз в год. Внуками не радую. Занимаюсь какими-то своими движухами. Но сейчас я силен. Я решаю свои проблемы и вопросы. Знаю, что когда я споткнусь, у меня будет то место, где я смогу начать сначала. В родительском доме. А если же придет дурная весточка, то впереди будет глубокая и лютая депрессия. Ну и опять же, обвинение самого себя в том, что что-то не успел сказать, что недостаточно с ними провел время. Но взрослая жизнь, ребята, она такая. Я научился это принимать, что все вот так, все как происходит, так и должно быть на самом деле. Ничего не бывает просто так. У всех есть зеркальное какое-то отражение, как вы поступаете с людьми, так и они с вами. Вот это все, что я вам хотел сказать. Видео получится длинное. Я вам и рассказал, и прочитал. Оператор в шоке сидит сейчас от происходящего. Но на этом я сделал все, что я хотел.